Здравствуйте! С вами снова программа «Бизнес-курс» и я ее ведущий Алексей Коваленко. Молодежное предпринимательство, вовлечение молодежи в бизнес-среду, популяризация предпринимательской деятельности. Последнее время этим направлением в экономике и образовании, в молодежной политике уделяется достаточное внимание. Как это не пафосно звучит, но в руках молодого поколения будущее нашей страны. О перспективах молодежного предпринимательства мы поговорили с Анной Юрьевной Довыденко, руководителем государственного казенного учреждения Краснодарского края «Молодежный центр Инвенту». Здравствуйте, Анна Юрьевна. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Здравствуйте, Алексей. Насколько сейчас актуальна тема поддержки молодежного предпринимательства? Ну, не только молодежное предпринимательство, а вообще предпринимательство на сегодняшний день очень актуально. Именно этому сектору экономики принадлежит создание рабочих мест, создание малых предприятий и так далее. И именно молодежь на сегодняшний день становится тем стратегическим ресурсом, на основании которого можно получить хороший результат. С чем это связано? История нашей страны показывает, что предпринимательство раньше считалось неким мошенничеством, может быть, даже жульничеством. И преследовалось законодательно. И только в новейшей истории России предпринимательство вообще и бизнесу был дан ход, были даны возможности для развития. И так как молодое поколение выросло уже в современных условиях, выросло вот в новом информационном поле, и у молодого поколения нет вот тех стереотипов старших людей, старших товарищей, которые им присущи. То есть молодой человек знает, что предпринимательство – это важно, это нужно, и с помощью предпринимательства можно не только создать некое свое материальное благополучие, благосостояние, молодежное предпринимательство дает возможность социализироваться, молодежное предпринимательство позволяет организовать не только самозанятость молодого человека, а также создание и рабочих мест для новых дополнительных. Это очень актуально. Много ли молодых жителей Кубани вовлечены в предпринимательскую деятельность? И что, может быть, мешает войти им в эту сферу? По количеству вовлеченных в мероприятия по актуализации и популяризации молодежного предпринимательства, только по деятельности нашего учреждения за 2015 год, оно достаточно приличное. То есть в 2015 году, в прошлом году, который еще не так давно ушел, нашим молодежным центром «Анвентум» было реализовано и проведено 643 мероприятия вот этой тематики. Это круглые столы, это встречи, это некие образовательные программы и проекты. И общее количество молодых людей, которые поучаствовали в целом, по краю, в таких мероприятиях, составило более 60 тысяч человек. То есть это достаточно серьезная цифра. Что касается количества субъектов малого и среднего предпринимательства, открытых в крае, например, также по статистике прошлого года, они составляют более 200 тысяч, ближе к 300 тысячам субъектов малого и среднего предпринимательства. Но, однако, эта статистика говорит в целом об открытых СМП, не вычленяя оттуда СМП, созданные молодыми людьми. Но я здесь думаю, как бы несложно подсчитать, потому что мы все знаем, что молодежь составляет где-то четверть от населения, соответственно, вот четверть от этой суммы, ну, предположительно, возможно, это как раз-таки есть субъекты малого и среднего предпринимательства, открытые молодыми людьми. Поэтому это направление, оно имеет место быть, такая работа ведется, и молодые люди вовлекаются, обучаются и так далее. Как государство со своей стороны может поддерживать и развивать молодежное предпринимательство? Очень глобальный вопрос. Государство в первую очередь должно обращать внимание на молодых людей и оказывать всемирную поддержку. Второй момент, ну, это не только, ну, как бы государство – это все мы, да, государство – это и государственные учреждения, государство – это и там органы исполнительной власти. Наша задача – создавать благоприятное информационное поле. Это вот то, о чем я говорила в первом вопросе, да, что в истории нашей страны, в советский ее период, молодежное предпринимательство, предпринимательство вообще… Как понятие в принципе не существовало, да, вы согласитесь с этим. И на сегодняшний день, учитывая, что оно есть, и создание благоприятного информационного поля, популяризация молодежного предпринимательства, показания его высвечивания молодежного предпринимательства с позитивных сторон, показания его… То есть предпринимательство, оно может быть и социальное, оно может быть и нести огромное количество положительных моментов. Поэтому информационное поле – это вот как момент, да, о котором нужно говорить. И поддержка молодежного предпринимательства может быть в качестве изготовления и популяризации в виде социальной рекламы, социальные ролики, социальные, вернее, баннера по этой тематике. Это все очень востребовано. Это то, что на сегодняшний день является актуальным. И наше учреждение в настоящее время как раз-таки в этом направлении тоже ведет работу. Я надеюсь, у нас в ближайшее время подобные продукты появятся. Кроме того, есть непосредственно конкретная организация, осуществляющая поддержку предпринимательства, вообще не разделяя на молодежное, немолодежное. Эти предприятия, эти организации, есть некоммерческая микрофинансовая организация, фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Есть унитарная некоммерческая организация, гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Инфраструктура существует, и молодой человек, желающий получить информацию, может обратиться и эту информацию получит. Какие краевые программы существуют в поддержке молодежного предпринимательства? В настоящее время нашим учреждениям ведется работа по подготовке документов для участия в федеральном проекте. В федеральном проекте, который, ну так, у него неформальное название «Ты предприниматель». У нашего учреждения был опыт участия и опыт проведения мероприятий этого проекта. Это было 2011-2013 годы. И вот в текущем году мы ведем сейчас как раз-таки работу. У нас есть хорошие основания предполагать, что мы получим финансовую поддержку, субсидии из федерального бюджета. То есть это федеральный проект, да? Это федеральный проект, но он реализуется при софинансировании из краевого бюджета. Почему? На это я обращаю внимание, что у нас в бюджете предусмотрены денежные средства на софинансирование этого проекта. И в случае успешности прохождения нашей заявки на получение субсидий, мы рассчитываем привлечь в край средства федерального бюджета. И учитывая наши средства, будет организована хорошая, широкомасштабная, образовательная программа для молодых людей по получению навыков ведения бизнеса, по получению различных экспертных оценок, по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. Анна Юрьевна, насколько удачен вообще был опыт именно программы «Ты предприниматель», когда она проходила у нас в 2011-м, вы сказали, в 2013-м годах? Это был достаточно востребованный проект. Во-первых, он был очень масштабен, он всеобъемлющий, он охватывал абсолютно все муниципальные образования Краснодарского края. Если говорить коротко, он представляет собой некую достаточно простую в реализации, если говорить образно, это некая воронка, такой фильтр. То есть на базовом уровне вовлекаются в выявление предпринимательских способностей абсолютно огромное количество молодых людей. У молодых людей, у которых такие способности имеются, эти молодые люди приглашаются по прохождению определенного тестирования на специальном сайте. Это было ранее, мы предполагаем реализацию этого проекта в таком же формате в текущем году. Ребята, которые по результатам тестирования показывают свою предрасположенность к ведению бизнеса, приглашаются уже на другой уровень, то есть наступает уровень проведения обучения. Для обучения приглашаются серьезные эксперты, серьезные преподаватели, бизнес-тренеры, которые обучают молодых людей. На этот проект, по опыту 2011-2013 годов, приглашались и федеральные эксперты в том числе. На ваш взгляд, каков потенциал кубанской молодежи в плане развития молодежного предпринимательства в регионе? Опыт реализации проекта «Ты предприниматель» в предыдущие годы показал, что это востребовано. Раз это востребовано, значит, есть потенциал. Есть секторы экономики, которые присущи именно для нашего региона. Это аграрный сектор, курортный сектор. И вот потенциал молодежного, и не только предпринимательства, в смысле не только молодежного, а вообще предпринимательства, он достаточно, есть хорошие такие ниши и широкое поле для развития именно в этих секторах, востребованных для нашего края. Курортный сектор, аграрный сектор, личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства. ЛПХ, КФХ, которые именно об развитии таких форм молодежного предпринимательства очень много и продуктивно, и не только говорят на уровне и администрации краевой, и законодательного собрания Краснодарского края, но и много делается по поддержке такого рода проектов. Ну и не только молодежных, а в целом, ну и, конечно, молодежных в том числе. Скажите, существуют ли центры, где можно получить профильное какое-то образование, приобрести молодым людям навыки, какие-то определенные ведения бизнеса? Здесь хотелось бы сказать, что ведущие вузы Краснодарского края, ведущие вузы Кубани, и не только вузы, а и средне-специальные техникумы, колледжи, практически во всех и во многих образовательных организациях края есть либо специализированные факультеты, специальности по обучению молодых людей основам ведения бизнеса, либо это какие-то факультативы, какие-то дополнительные образовательные программы по учению молодыми людьми таких знаний. Хорошим примером, ну, я не знаю, может быть, не совсем правильно будет сейчас конкретизировать, там есть то-то, тут есть то-то, не буду говорить сейчас об образовательных организациях. Такими центрами обучающими еще могут стать бизнес-инкубаторы, которые на сегодняшний день, например, есть бизнес-инкубатор, который существует на базе Кубанского госуниверситета. Что из себя представляет бизнес-инкубатор? Это некая площадка, которая дает молодым людям возможность реализовать свои проекты, которая дает возможность молодым людям свои бизнес-идеи развить при хороших стартовых условиях, при каких-то выгодных арендных возможностях, при каких-то ресурсных возможностях, которые дают вот эти бизнес-инкубаторы. Ну, я так понимаю, что и навыки какие-то ведения бизнеса можно приобрести не только бизнеса, да, и как раз и в вашем центре, в центре «Инвентум». Ну да, молодежный центр «Инвентум» в пределах своих компетенций оказывает консультационные услуги, организует также проведение мероприятий, которые носят в том числе и образовательный характер. Например, у «Инвентума» есть проект под названием «Успешный старт». Он из себя представляет, если коротко, да, следующее. Это некая образовательная площадка, на которую собираются заинтересованные молодые люди. Для этих молодых людей приглашаются различные эксперты из различных структур, которые так или иначе имеют отношение к старту бизнеса, либо уже к состоявшемуся бизнесу. Это и представители торгово-промышленной палаты, это представители налоговых органов, представители прокуратуры, центра занятости и так далее. Представители и специалисты этих структур, они рассказывают о возможностях, они рассказывают о каких-то там базовых вещах, которые интересны молодым людям. Молодые люди в живом общении могут получить максимальное количество информации из первых уст без каких-либо посредников. Какие есть риски, какие есть выгоды, какие есть налоговые льготы и так далее, и так далее. То есть вот такой вот один из проектов, который реализует, например, молодежный центр «Инвентум». Анна Юрьевна, вот скажите, в этом году будет ли профильная смена предпринимательская в молодежном лагере «Регион-93»? Замечательный форум с многолетней историей. В истории форума подобная смена была. В текущем году смены конкретно в регионе «Регион-93» не предполагается. Однако это не значит, что молодые люди не смогут реализовать свои какие-то там идеи в формате форумной площадки. Мы предлагаем для молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет профильную смену по молодежному предпринимательству и инновационному творчеству под названием «Твой старт», который пройдет на базе палаточного лагеря «Маяк». Это поселок Веселовка Темирюкского района. Это форумная площадка под ведомственное управлением молодежной политики Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Кроме того, опять же, возвращаясь и говоря о реализации проекта «Ты предприниматель» при успешном прохождении нашей заявки, мы уже запланировали и предполагаем проведение большого форума образовательного для молодых людей уже совершеннолетних в возрасте от 18 лет и старше по этой же тематике. То есть у молодых людей будет возможность получить какие-то знания и некие навыки по этой тематике. Если говорить о предпринимательском молодежном лагере «Маяк», который будет в Веселовке, то есть там сколько смен предполагается за это лето, да, сколько будет человек там обучаться, да, и можете открыть тайну вообще, о чем там будет разговор? Немножко сразу поправлю. Лагерь «Маяк» не является молодежным предпринимательским лагерем. Лагерь «Маяк» – это база, палаточный лагерь. В формате всего лета в «Маяке» будет проведено, и не буду сейчас некомпетентно говорить, 8-10 смен различной тематики. И одной из смен станет именно смена «Твой старт» по молодежному предпринимательству. Она соберет 100 молодых людей с территории муниципальных образований Краснодарского края. Молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет. Программа будет очень насыщенная, широкая. Предполагается встреча с экспертами различных структур, которые дадут молодым людям некие базовые знания, навыки и умения. А как ребята попали в эту смену? То есть там был какой-то конкурс в районах проходил, в муниципальных образованиях? Условием попадания на форумные площадки молодежной политики является регистрация на сайте. Регистрация на сайте форумных площадок, где молодые люди выбирают удобную им и близкую им тематику направления по разным лагерям. «Маяк» – это одна из наших площадок, наших, я имею в виду, молодежной политики. Таких площадок несколько. И выбирая по тематику, которая им близка, молодой человек регистрируется, проходит тоже некий регистрационный фильтр, где заявляют свои какие-то моменты, и уже такой заявительный и абсолютно свободный характер это носит. Ну и, естественно, это абсолютно бесплатно для молодых людей Краснодарского края. Что дают, на ваш взгляд, такие мероприятия, как стартап-тур «Сколково»? Насколько нужны такие мероприятия? И планируются ли такие мероприятия у нас в Краснодарском крае? Ну, такого же плана. Стартап-тур «Сколково» – это, конечно, очень масштабный, наверное, самый масштабный проект России. Целью этого проекта является выявление инновационных разработок и стартап-команд. У нас в Краснодарском крае есть, нами реализуются несколько проектов по выявлению инновационных идей, молодых людей. Такими проектами является губернаторский конкурс «Премия IQ года», конкурс инновационных проектов. Вот в текущем году он уже завершился, подведены итоги, определены победители. Номинациями этого конкурса они из абсолютно разных сфер экономики. Как раз-таки очень часто этот конкурс имеет уже достаточно большую историю. Он проводился на Кубани уже, проводится уже не один год. И зачастую победители нашего инновационного конкурса «Премия IQ года» становятся участниками стартап-туров. И в том числе вот того стартап-тура, который проходил в этом году. Кроме проекта «Премия IQ года» губернаторского конкурса, есть еще «Кубанская школа инноваторов». Это тоже проект, который направлен на выявление инновационных разработок молодых людей. И «Кубанская школа инноваторов» еще имеет составляющую, так называемую обучающую. То есть не просто молодые люди подают свои инновационные разработки на конкурсы, они еще получают возможность свои разработки доработать, получить какое-то экспертное заключение по тематике своих работ. То есть вот такую работу мы организуем. И кроме того, в формате этого вопроса хочу сказать, что вот буквально в ближайшее время, мы сейчас проходят у нас согласование с экспертами, мы запускаем конкурс IT-программ. Конкурс IT-программ, который призван найти в молодежной среде интересные идеи, наработки, в актуальной на сегодняшний день IT-сфере. Ну и последний вопрос, Анна Юрьевна. Вот куда может обратиться молодой человек, который увлечен, так скажем, бизнесом, который хочет открыть свой бизнес, и если ему нужна помощь или, например, консультация? Ну, как я уже говорила, вот те фонды, те общественные... Фонд микрофинансирования. Да, фонд микрофинансирования, гарантийный фонд, центр поддержки предпринимательства оказывают такие консультационные услуги, оказывают некие меры поддержки начинающим уже предпринимателям. А в качестве базовой и стартовой платформы для молодых людей может стать участие в федеральном проекте «Ты предприниматель», который стартует и будет реализован на территории края. Ну и, конечно, любую консультационную помощь можно получить в стенах нашего учреждения молодежного центра «Инвентум». Это является одним из направлений нашей деятельности. Специалисты нашего учреждения с большим удовольствием расскажут, подскажут, куда обратиться, как начать. Молодежи Краснодарского края в текущем году есть замечательная возможность вновь принять участие в федеральном проекте «Ты предприниматель». И я сейчас порекомендую молодым людям следить за рекламой, всем молодым людям Краснодарского края, потому что этот проект будет реализован абсолютно во всех муниципальных образованиях. Будет он реализовываться с помощью и при поддержке органов по делам молодежи. Мы постараемся охватить максимальное количество молодых людей, желающих поучаствовать. То есть если у молодого человека есть желание, то это значит, что у него есть уже некие способности к этому. Предрасположенность. Это предрасположенность, да, абсолютно верно. И молодой человек может обратиться в органы по делам молодежи, отслеживайте, обращаясь к ребятам, ребята, отслеживайте информацию. В ближайшее время этот проект стартует, вы получите в рамках этого проекта уникальную, хорошую, не уникальную, хорошую возможность определить свои способности к ведению бизнеса, а пройти хорошее, качественное обучение по основам предпринимательской деятельности от высококвалифицированных экспертов. И потом получить еще и некую поддержку на открытие своего малого, среднего предприятия. Ну и, естественно, такую же помощь и кураторство будет оказывать, и уже оказывает молодежный центр «Инвентум» в пределах своей компетенции, консультационную, информационную и так далее, и так далее. Ну и, конечно, эту всю информацию смотрите на информационных ресурсах как управления молодежной политикой, так и молодежного центра «Инвентум», а также органов по делам молодежи. В ближайшее время этот проект стартует, и надеюсь, что он будет достаточно масштабным и получит хорошее продолжение в молодежной среде. Ну что ж, спасибо большое, Анна Юрьевна, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам, Алексей. Очень приятно было пообщаться. Это все на сегодня. С вами была программа «Бизнес-курс», и я ее ведущий Алексей Коваленко. Мы предоставляем деловую информацию из первых рук. Редактор субтитров А.Семкин